Добро пожаловать в Беларусь! Здесь много всего интересного, но информация об этом разрознена. По незнанию можно наткнуться совершенно не на то, чего вы ожидали, и испортить впечатление о поездке. Например, прогадать с выбором кафе или гостиницы. Чтобы избежать подобных негативных моментов, я отправляюсь в путешествие по стране с целью создать самую подробную карту путешествий, все места на которые будут проверены лично. Мы посчитаем все затраты, составим маршруты, постараемся испробовать все предлагаемые услуги и посетим как можно больше интересных мест, чтобы вам оставалось только выбрать, куда поехать на следующие выходные. Всем привет! В предыдущих выпусках программы я путешествовал по городу Поставы. Поставы – город с богатейшей историей и приветливыми жителями. Уютный, тихий, с печным отоплением на центральных улицах и уникальный для Беларуси зеркальной застройкой главной площади. Когда-то Антони Тезенгаус отдал распоряжение застроить площадь в барочном стиле. Проект создавался итальянцем Джузеппе Сакко, а воплощали его в жизнь уже белорусские мастера. За основу брались маленькие голландские городки. Именно при Антони в Поставах появились первые каменные дома, мануфактуры, на которых изготавливали гербовую бумагу, ковры, корабельные паруса, модные шляпы и пояса, и даже дилижансы. Своим названием Поставы обязаны жерновам, ведь по Старо-Белорусски рабочая часть мельниц именно так и называлась. А мельницы в то время были очень важной частью поселения. Привилеем великого князя Витов та деревня Посадник получила статус «Местечко» и «Современное имя». Каменный символ названия стоит на реке до сих пор. Есть еще одна версия. Поставы расположились на высоком холме, омываемом рекой Мядзелкой. Возле холма речка развела свои воды, охватив крутой берег двумя озерами – Ставами, возможно, и давшими название поселению, расположенному Поставам. К основным достопримечательностям относится и костел святого Антония Падуанского. Верующие обращаются к нему за помощью в обретении потерянных ценностей. Также Антоний является покровителем бедных и путешествующих. В 1813 году на средства графа Константина Тезенгауза из дерева построена церковь Святой Троицы. В 1886 году часть местечка выгорела. Новая каменная церковь была готова к осени 1893 года. Ее осветили в честь святого пророка Осии, а праздник храма приурочили к 17 октября, чтобы прихожане вспоминали чудо Божье – спасение в этот день императора Александра Третьего и его семье, с угрожавшей им смерти во время крушения царского поезда. Сейчас это свято-николаевская церковь. Главная изюминка Постав – дворец Тезенгауза, который строили почти 60 лет. Вокруг дворца раскинулся парк с остатками старых липовых аллей и каналами. Сегодня здесь находятся медицинские учреждения, но план грандиозных перемен у городских властей имеется. Я прогулялся по территории дворца Тезенгауза и увидел самую старую аптеку Беларуси, которая расположена в центре города. Внутри это самая обычная современная аптека. Так что историческую ценность она представляет только снаружи. Местные пекари хлебозавода угостили знаменитым Поставским хлебом. Хлеб с салом – вкуснейший продукт. Пахнет очень вкусно, правда сало еще не показало свой цвет, потому что хлеб теплый. Но аромат потрясающий. Понюхайте. Отмечу, что попасть на производство и открыть секреты приготовления этого хлеба – настоящая удача для туриста. Допустим, тесто-несильная машина, двухскоростная для замеса пшеничного теста. Компьютер выдает необходимое количество муки, и абсолютно не нужно участие человека, чтобы мука пошла на замес теста. Потом происходит замес и дальнейшая разделка, растойка теста. Нельзя не отметить урок по лепке из глины, который провел гончарных дел мастер Сергей Щерба. На усадьбе Акарина для меня хозяин устроил настоящий мастер-класс. Вот так вот, смело по краю. Мастер-класс. Сегодняшний выпуск посвящаем Поставскому району и отправляемся. Вы не ослышались, в Витебской области есть Париж. Маленькая деревенька, жители которой наверняка гордятся названием своего населенного пункта. По одной из легенд, название этой деревни дал сам Наполеон. Его армия некогда останавливалась в этих местах, и он гласил «Здесь красиво, как в Париже». Есть и другая версия. Такое необычное название – плод бурной фантазии местного помещика. Частыми гостями деревушки, говорят, являются журналисты не только нашей страны. Местные жители почуют их сыром собственного приготовления, вкус которого ничуть не уступает французскому, и проводят экскурсии к местной 30-метровой Эйфелевой башне. В будущем Париж хотят нести в туристический маршрут, а сегодня деревушка насчитывает около 350 человек. Живут они обычной жизнью, забегая в парижскую лавку за необходимым и посещая парижский сельский куб. Доты строились из очень прочных материалов – монолитного железобетона, камня на растворе и железа. Около двух лет здесь шли ожесточенные бои, и этому Доту не повезло, он полуразрушенный. Но вдоль линии обороны еще очень много хорошо сохранившихся укреплений. Но в чем-то Доту все-таки повезло, он стоит сразу возле дороги и хорошо заметен. А я отправляюсь дальше. Следующий объект на карте маршрута по району – деревня Маньковичи. Первые упоминания в летописях и источниках о деревне датируемы XVI веком. Главная достопримечательность – Свято-Успенская церковь, возведенная в 1871 году из уже знакомого бутового камня. Некогда в этих местах была усадьба Друзских-Любецких, старого польско-литовского рода. На территории была часовня-усыпальница, парк, госпостройки и водяная мельница. Нужно отметить, что постройки частично сохранились. Есть, говорят, и часовня-усыпальница, но найти ее, не зная здешних мест, крайне сложно. Меня впечатлил местный водопад. По-настоящему передохнув, отправляемся дальше. Чтобы был порядок, у всего должно быть свое место. Книги на полке, рубашки на вешалке, рыбка в аквариуме, картина на стене, цветы на подоконнике. А деньги должны храниться в Белогропромбанке. Вклады Белогропромбанка – выгодные решения для ваших денег. Голоритное местечко Лынтупы, первое упоминание о котором известно с 1459 года, является своеобразной родиной многих национальностей. В городском поселке проживают татары, евреи, белорусы, поляки, украинцы. В Лынтупах сразу бросаются в глаза три объекта. Костел Андрея Баболи, начало 20 века. И труба местного спиртзавода, начало 19 века. Сохранилось здесь и старинное здание дворца, принадлежавшего Бешевским. Строился он по проекту известного в то время польско-российского архитектора, графа Тадеуша Растворовского. С ним связана одна легенда. Юзеф Бешевский был богатым помещиком, владельцем двух спиртзаводов в Лынтупах и Свири. Двухэтажный каменный дворец он построил для своей возлюбленной французской актрисы. Он без памяти влюбился в красавицу, которая поставила ему условие, что продолжение романа будет, если он построит для нее дворец. Долгое время помещик старательно возводил стены будущей резиденции, украшая фронтоны ее и своими барельефами-портретами. Вырыл пруд и запустил туда рыб и лебедей. Закончилась работа в 1907 году, но визит француженки принес ему огорчение. Она заявила, что отец ее в таких дворцах содержит лошадей и отправилась во своясе. Юзеф был опечален и поселился недалеко от дворца, в маленьком деревянном домике на территории нынешнего спиртзавода. А в новеньком дворце жили и веселились приезжающие гости. Всю жизнь он продолжал любить красавицу, так и не женившись. Говорят, во дворце была даже серебряная комната, которую, правда, кто-то вынес. Но мы сейчас попробуем проникнуть в подвал здания. Это тоже нововведение того времени, когда продавались такие лестницы отдельными сегментами. Из них можно было собирать любую высоту, любую длину, которые тебе нужны. Бродя по подвалам дворца, делаю вывод. В старину усадьбы строились на века. Два столетия каменные стены в вполне приличном состоянии. Местные старожилы вспоминают, что жители окрестных деревень в большом количестве поставляли сюда куриные яйца, которые и добавляли в бетон для пущей прочности. Вот он, подземный ход. Спуститься в него я не решился, но наверняка эти узкие ходы хранят много тайн и загадок. Если все восстанавливать, то тут еще работы непочатый край. А вот, собственно, и лестница-конструктор. Покупаешь нужное количество себе ступенек и сооружаешь такой линтовой подъем. Сегодня в здании ведутся реставрационные работы. И, быть может, в будущем я навещу лынтупы, чтобы удивиться и показать вам итог кропотливого труда. Красивый и величественный костел святого Тадеуша ждал меня в селе Лучай Поставского района. Здание построено в 1766-77 годах по фундации Тадеуша Агинского и его жены Эльжбеты Пузыны. Костел прекрасно сочетает в себе черты барокко и классицизма. Местные жители называют его «Лучайской жемчужиной». Прямо возле входа в храм единственный в Беларуси памятник Бенедикту XVI. Слева от входа в костел создана интересная композиция – искусственный водоем в форме рыбки, одного из символов Христа, с водными растениями и статуей Девы Марии в каменной нише. А по всей территории величественно стоят статуи апостолов. Ухоженностью и чистотой костел и близлежащая территория обязаны местному ксензу. Даниловичи, когда-то местечко, впервые упоминаемое в 1473 году, как Даниловичи, владение князя Александра Гольшанского. Раньше было даже центром повета, а потом районом. В 1624 году Ян Дмитриевич Далмат Исайковский возвел в этом месте костел из дерева и монастырь в честь святых Петра и Павла. После его внучка Альжбета финансировала строительство в Даниловиче в 1683 году каменного костела и монастыря доминиканцев. Но в 1769-1773 годах на месте нахождения доминиканского костела и монастыря был построен прекрасный троицкий костел, который сегодня является украшением деревушки. Старинным памятником архитектуры в стиле барокко можно любоваться со всех сторон подъезда к населенному пункту, потому как стоит он на возвышенности. Впечатляет барельеф над центральным входом. К слову, внутри костела находится единственный в Беларуси двухъярусный алтарь, который, к сожалению, осмотреть не удалось. Мой туристический маршрут по району практически завершен. Но есть еще одно мероприятие, о котором я расскажу прямо сейчас. Начиная с 2008 года, мы ежегодно издаем каталоги. Сейчас уже 4 выпущена каталога. Мы сейчас готовим пятый каталог. Но с учетом того, что мир меняется, электронная система, все пользуются интернетом. Поэтому следующий пятый каталог, его количество на бумажном носителе будет минимально. Это чисто как сувенирная продукция. Тем более, что банк бесплатно их распространял. Их вообще приобрести можно было на выставке книжной ярмарки, которая на Янке Купала, где функционирует. Там можно было их приобрести. А сейчас в электронном виде каталог размещен на сайте банка. Белопб.бай. Есть еще там ссылка на турпортал белагротур.бай. Там можно ознакомиться с каждой усадьбой. Есть там поисковик, где можно найти по каким-то минимальным требованиям область, количество, кто хочет отдыхать. То есть семья с детьми, без детей, рыбалка, охота. То есть можно по поисковику найти усадьбу, которая более отвечает вашим запросам. Как они попадают в ваш каталог? Наше отделение банка, которое находится практически в каждом районном центре. Рабочая группа работает, есть специальная анкета. Заполняют анкету, фотографии, что они хотят, чтобы звучало какое-то, ну какие-то эксклюзивные какие-то моменты об усадьбе. И тогда уже банк обрабатывает эту информацию, чтобы было удобно. И электронный адрес, конечно. И каким образом добраться. Тем более, что есть здесь очень удобно пиктограммы, которые указывают, что есть в усадьбе. То есть очень удобно. То есть тем не нужно ничего платить? Это все бесплатно. И не нужно никого искать. То есть банк сам инициирует. Они знают, мониторят, кто субъектом занимается, какие усадьбы есть. Ведите ли вы свою программу в долгосрочной перспективе и планируете ли развивать? Да, естественно, мы пришли надолго в эту программу. Поэтому с учетом изменений в указ, который внес, еще продлел действие указа на 10 лет. Поэтому еще 10 лет мы будем работать в рамках этой программы. Я думаю, что для государства это очень важное направление. Поэтому и программа будет и дальше развиваться. То есть на этом банк не остановится. Чтобы был порядок, у всего должно быть свое место. Книги на полке, рубашки на вешалке, рыбка в аквариуме. Картина на стене, цветы на подоконнике. А деньги должны храниться в Белогропромбанке. Вклады Белогропромбанка – выгодное решение для ваших денег. Каталог Белогропромбанка предлагает множество агроусадеб в разных уголках страны. Я воспользовался электронной версией каталога и нашел подходящую усадьбу в Поставском районе, куда незамедлительно отправляюсь. В тихом уединенном уголке на хуторе Новики расположена усадьба «Хата под Кленами». Ничего себе усадьба, это целая банда отдыха. Приятно видеть, что агробизнес выбирает такие масштабы. Здравствуйте. Добрый день. Это ваша вторая усадьба? Да-да, это та усадьба, про которую мы говорили. Просто целый комплекс тебе получается. Не сложно тянуть тебе сразу? Любую справу тягнуть сложно, як ей займаться так-сяк, а як займаться так, як потребно, то я лечу, что можно тягнуть. То есть вы делаете все как надо. А семья помогает? Ну, я же. Семья помогает, особенно помогает женка. Все, что удавано тут, это по ей нам классному проекту. То есть дизайнер? Дизайнер, да. Дизайнер, вот ступеньки, например, она придумала, чтобы они были не сильно каштованные и, как бы, привабливали трости. Старейшие дети допомогают. Мы, да что, что, уже в 28-м год в Минску працуяли, каждый раз приезжая, допомогая. Сын так само текается, студент, 19 лет. Это хорошо, когда такой вот бизнес превращается в семейный, тогда и результат хороший получается, и гостям приятно. Чувствуется уют, атмосфера такая. Конечно. А рыбы много, кстати? Возеро личится линевое. Рыба есть и всякое. Есть шупак, есть лодка, есть окунь. Ну, всякая рыба, всякая рыба, какая есть у наших белорусских водоемов, тут так само присутнейшая. Туристам, к слову, предлагается освоить на усадьбе как подводную рыбалку, так и рыбалку с удочкой на живописном озере Новики. Внутри так просторно, уютно. Так, это комната для гостей? Ну, это основной зал. Да, это личится каминный зал, как бы, с кухней. Русская печь, такая настоящая, в колесе было увезти у бабули. А не спать можно? Можно спать. Можно спать, можно увидеть что-нибудь, подрехтовать. Слава пожарить альбодраников, то, что мне радует. Можно сказать, что проходим. Комната Кроваска для малыша, это первая усадьба где-то, как я, кстати, вижу. Очень правильно, потому что есть семьи приезжают. Ну да, все приближено для того, как можно было приезжать с малыми детьми. Вот такая у этого белорусскими, как бы, национальными. Так само. Ну да, у всех кажутся, что самая теплая комната. Самая теплая, потому что большая половина щитка, получается, от буфетки отнималась и в этой. Такая комната для починку. За балконы, получается? Да, да. На рейтболке с балконами находится, как самая рейтболка. Романтичные лампочки. Усадьба может разместить 20 гостей. Комнаты теплые и уютные. Есть каминный зал для спокойного отдыха и душевных бесед. Большая веранда с видом на озеро и настоящая русская печь. Печь настоящая бабулина, не муляжная, не якая. Ей можно рыхтовать драники. Альбо еще какую-нибудь выпечку. Многие любят полежать на лежанце, потому что такого у нас у Беларуси, ну, не часто уже сустренешь. Есть ручердаты, которые проезжают ради того, как подшить каля русской печи и русской печи. Территория прекрасно подходит для отдыха с детьми. Есть детская площадка, песочница, качели и беседка. Отдых может быть как семейным, так и корпоративным. После официальной части гости могут отдохнуть в бане и приготовить шашлык на мангале или в барбекю. Еще у вас, говорят, баня есть. Вот зараз я хочу вас провести и показать. Показать нашу баню. Вот получается студня. Насос опушенный. И вода, которая есть у нас у Хатя, горячая и холодная, термливается с этой студией. Глубоко. Интересно. Баня? Да, это лазка. Теперь и лазка. Сколько бани стоит? Баника стоит 50 умовных одинок. Но не ограничиваем час помилки. И так же задающих, которые могут присутствовать, либо это один человек, либо это целая команда. Карельский камень мы тут положили. Порылку. Она сухая? Сухая, да. Сроблена отдельно. Порылка. Тут у нас помилочная. Когда кто ленится бегать в озеро, то наполняем холодной валой эту бочку. И можно альбузея брать. На себе вылить альбом. Ну, зимой баня это очень хорошая. А сколько заняло времени постройка такой большой садьбы? Как вы лечите? Кольки часу спотреблилось, чтобы это все получилось? Я думаю, как минимум лет пять. Не поверите. Все это сделано за один год. За как? За один год. Уже там остальные недоработки. Там, скажем, газоны. Там экспресс, наверное, такие. Газоны. Ну, присутничал каждый день сам на будовле. Потому что без контроля, без нагрузки. Люди просуются, как сам присутничаешь. А ты видишь свою отдачу, и видишь, как оно хочется, и как отремовываешься. Отличное место, чтобы расслабиться и отдохнуть. Буду ждать заката, готовить ужин, и заодно посчитаю затраты. Отдвиг на усадьбе хата под кленами обошелся мне в 120 тысяч белорусских рублей. Если не считать затрат на топливо по историческим местам Поставского района, уикенд получился бюджетным. Если в будущем вы будете составлять свою карту путешествия по Беларуси, не забудьте внести туда и город Поставы. Уникальные исторические памятники 18-19 веков готовы рассказать вам историю своего рождения, открыть секреты и тайны минулых лет. Ну, а в следующем выпуске вас ждет путешествие по Минской области. Живите отдыхаючи, путешествуйте и узнавайте историю своей страны. Все путем.